Всем огромный привет! С вами Лиза Трипскит и добро пожаловать на мой канал. В этом видео я хотела бы сделать небольшой апдейт о том, что происходило в жизни в последнее время, потому что последние видео были в основном о путешествиях или небольшие поездки по Великобритании, но я собственно не рассказывала, что происходило в жизни. Наверное, последнее видео было о водительских правах, получении водительских прав в Великобритании. С тех пор произошло достаточно много всего, последние два месяца были очень богаты на различные события, но, наверное, самое главное, чем я хотела бы поделиться, это то, что я наконец получила свой британский паспорт. Я начала процесс получения в феврале этого года, у меня как раз таки исполнилось шесть лет с момента переезда в Великобританию, и я начала процесс сдачи всяких тестов. Мне не нужно было сдавать тест на подтверждение языка, так как у меня есть диплом магистратуры Эдинбургского университета в Шотландии, который преподавался на английском языке. Это одна из причин, одно из исключений, по которому не нужно сдавать тест. Но я сдавала Life in the UK, то есть я к нему готовилась. Знаю, что многие сдавали этот тест, как когда получали ILR, то есть бессрочный вид на жительство, но из-за того, что у меня был settled status, мне не нужно было сдавать его на тот момент, но мне нужно было его сдавать для получения гражданства. Собственно, ответили мне достаточно быстро, уже 8 мая. Моя заявка на получение гражданства одобрена, мне осталось только посетить церемонию, которую, кстати, пришлось немножечко перенести, потому что из-за забастовки работников паспортного стола, время выдачи паспортов увеличилось до 10 недель. И у нас была заявка запланирована поездка в июне в ЮАР, поэтому мы решили подождать до окончания этой поездки и сходить уже, собственно, на церемонию по приезду. Так что в начале июля я сходила на церемонию, и мне всего лишь за 10 дней сделали паспорт. Причем 10 дней прошло с момента подачи до получения паспорта уже на руки. Собственно, я еще пока что с ней не ездила, хотя очень хотелось, просто, не знаю, руки чешутся, если честно, поехать. Но пока что не было возможности, потому что мне недавно сделали операцию, и мне пока что нельзя летать, и летать мне нельзя еще как минимум две недели. Операцию мне делали на вены, потому что лет, наверное, пять назад у меня случайно нашли варикоз. Не было никаких внешних симптомов, были только судороги в ногах, но они у меня были всю жизнь, и я думала, что это не из-за недостатка каких-то микроэлементов или просто особенностей организма. Но дело в том, что в тот момент я принимала много всяких противозачаточных таблеток из-за других проблем со здоровьем, и мама решила записать меня на УЗИ, УЗИ сосудов ног, потому что часто из-за противозачаточных может развиться как раз таки варикозная болезнь или могут начаться, могут возникнуть дробу. Мы, в общем, записались, сходили на УЗИ, и у меня обнаружили варикозные вены, и сказали, что желательно делать, конечно, операцию как можно быстрее. Ну, я притянула пять лет, потому что в Великобритании с этим очень сложно. Здесь по НХС вам не сделают операцию на вены до тех пор, пока у вас нога не начнет синеть, уже совсем отниматься, я не знаю, просто будет в таком состоянии, в котором вам, ну, то есть у вас вам, у вас уже просто сильная угроза здоровью, и даже в таком случае очень длительное ожидание этой операции. Поэтому у меня, честно, за пять лет, конечно, возникли различные симптомы, уже даже было видно на одной ноге, на самом деле были вздушившиеся вены, поэтому я решила пойти через частную страховку через Акса Пи-Пи-Пи, и они сделали операцию. Даже у них достаточно строго, на самом деле, без показаний, просто если это косметическая операция, они это, конечно же, делать не будут. Но у меня было не косметическое, у меня были действительно жалобы, и от этого, конечно, страдало немножечко, страдало качество жизни, поэтому они согласились сделать. Но у них такая политика, что они делают варикозное удаление вен один раз на каждую ногу за всю жизнь. То есть мне сейчас сделали операцию на две ноги, я сейчас до сих пор ношу компрессионные гольфы, точнее гольфы, даже чулки, они страшно неудобные, и как назло у нас настала жара, а у меня все ноги в синяках, все еще болит, и я вот в этих чулках, конечно, поэтому в них на улице не походишь, конечно, приходится носить длинные макси-платья, юбки или брюки, чтобы скрывать ноги, поэтому, конечно же, летом делать такую операцию особо не рекомендуют, но чисто из-за эстетических причин. Но надеюсь, что скоро это все пройдет. Восстановление у меня достаточно долгое, потому что одна нога выглядит так, как будто ее, не знаю, прострелили из пневматического пистолета или, не знаю, из чего, она просто как решето просто в этих дырочках, проколов там действительно много, другая нога нормально. Вот, и та, конечно, где много проколов, она не очень себя хорошо чувствует и долго заживает. Сейчас на ней возникли какие-то странные такие затвердения, поэтому желательно было, конечно, позвонить в больницу и спросить, что это происходит, потому что мне это, конечно, не очень нравится, хотя на сайте на час пишут, что это нормально, это может возникнуть. Главное, чтобы у меня было тромбов. Как понять, что у тебя тромб? Не знаю. Собственно, поэтому операция прошла тяжело и первые, на самом деле, после операции было легко, но потом я смотрела заболеть вирусом, который сейчас ходит повсюду, я не знаю. Скорее всего, у вас есть знакомые за границей или даже рядом с вами, которые этим переболели. Это такой противный вирус, когда у вас жутко болит горло, да так, что вы не можете говорить. Я три или четыре дня не могла вообще говорить, плюс еще после операции трубкой горло тоже сильно поцарапали. Это плюс простуда привели к тому, что я просто лежала в каком-то полумертвом состоянии и не могла ничего делать. И, ну, примерно за пять дней я оправилась с этой простудой, и вот сейчас уже прошло десять дней после операции, конечно, уже намного лучше, уже везде хожу, и вот завтра уже пойду в офис. Впервые. Ну, работала я, на самом деле, уже давно. Работала даже с простудой, потому что, к сожалению, больничных мне дали всего два с половиной дня, что не так уж много. Поэтому пришлось болеть, болеть всей больной, все равно работать из дома. А с работы такая ситуация, я уже немножечко упомянула сквозь в предыдущем видео. Как раз-таки поездка за город, мы ездили до операции. Что у меня нашла, ушла начальница моя. Моя начальница работала в компании четыре года, и она ушла как раз-таки когда исполнилась четыре года с момента ее начала работы в компании. Она уехала в другую страну, она уехала в Австралию, она сама из Великобритании. У меня, кстати, в отделе до сих пор у меня 27 человек, и до сих пор я единственная иностранка, все остальные британцы. Нет, не все остальные. Еще одна девочка иностранка, она американка, но уже тоже лет 11 живет в Великобритании, замужем за британцем, так что я ее считаю за британку тоже практически. У нее даже нету сильного американского акцента. И моя начальница ушла, и всю ее работу повесили на меня. Ей фактически подчинялись два человека, и под нами еще было два человека. То есть у нас и еще один человек, но он такой больше по технической части, поэтому он не особо с ней работал. Но поскольку на моей части, в моей профессии чуть больше работы, чем у моего коллеги, в моем, точнее, мини-отделчике, моя начальница работала, наверное, на 80% именно на моей стране, на нашем мини-отделе. Поэтому, когда она ушла, естественно, вся эта работа была повешена на меня. Я говорила с многими своими друзьями, знакомыми, и они говорят, что, с одной стороны, это очень хорошая возможность рекомендовать себя в компании, показать, что на меня можно положиться, что я могу выполнять эту работу, ну и научиться делать то, что я никогда не делала, и к чему у меня не было доступа, например, всякое прогнозирование, бюджетирование и прочие вещи, там, бюджеты для дела, и, на самом деле, планирование и стратегия. То есть я была больше, скажем так, исполнителем, хоть и менеджером, хоть у меня есть человек в подчинении, сейчас будет второй человек в подчинении скоро. Но, естественно, стратегию я не разрабатывала. И сейчас я вовлечена именно в разработку стратегии, всякие инициативы. Но работы у меня прибавилось просто огромное количество. И я такой человек неконфликтный, я особенно не очень люблю что-то просить, я никогда не просила повышения. Есть люди, например, которые очень пробивные, они будут каждую неделю говорить своим начальникам, говорят, когда вы мне повысите, повысите мне зарплату. Но я не такой человек, мне это очень сложно дается, поэтому я поработала, на самом деле, полторы недели, когда на меня это все повесили, когда ушла начальница, и я просто начала закипать, ну, то есть я считала, что это несправедливо. Почему на меня все это повысили без повышения зарплаты? И за спасибо давай делай. Поэтому даже уже я не выдержала, поговорила с начальником, который был начальником моей начальницы, и попросила небольшого повышения к зарплате, которое мне дали, но, конечно же, с такой помпой мне о нем сказали. Повышение совсем небольшое, на самом деле всего лишь на 10%, но все равно приятно, и это лучше, чем ничего. Но работа у меня прибавилась, наверное, раза в два, и работа сложная, работа не моего уровня даже, я бы сказала. Поэтому, да, с другой стороны, как бы есть возможность сейчас научиться чему-то, и потом себе в резюме написать, что я это делала какое-то определенное время, что, конечно же, плюс. Я не знаю, были ли у вас такие ситуации, обязательно расскажите, были ли или нет. Кстати, многие меня спрашивали, почему тебя не повысят, да, почему тебя не повысят и не сделают начальницей. Наверное, логично было бы это, конечно, сделать, но, с другой стороны, я знаю, что они ищут очень человека с определенным набором навыков и опытом. То есть они ищут человека, который, как минимум, не знаю, 10-15 лет работал в этой сфере, и у которого есть опыт управления большой командой. Но при этом, почему они не могут найти уже 3 месяца этого человека, даже 4 месяца, это потому что этот человек должен не только иметь опыт управления командой от, не знаю, от 5-6 человек, но и быть, как здесь говорят, hands-on, то есть иметь интерес к тому, чтобы зайти и вручную что-то сделать, уметь делать вещи вручную, иметь желание, главное, делать эти вещи, а не только давать указания своим сотрудникам и, не знаю, заниматься стратегией, посещать различные митинги и встречи. В этом-то и заключается проблема найти именно такого человека, и чтобы они желательно умели обращаться именно с тем тулом, не знаю, с той программой, которой мы работаем, через которую мы работаем. Я думала, что уже к этому времени, конечно, кого-то найдут, и у меня просто будет кора с плеч, и я могу часть этих задач снова обратно деликировать этому человеку. Но нет, пока что, как мне сказал вот мой начальник временный, что мы обратно вернулись на первую ступень, потому что все кандидаты, которые были в финальной стадии, они либо уже нашли новую работу, потому что процесс был слишком долгий, уже затянулся, либо они кому-то там не понравились, поэтому пока что начинаем процесс заново. Но это не факт, что процесс затягивается, может быть, в ближайшие три недели они найдут просто какого-то замечательного человека, но может затянуться и до Нового года, кто знает. А пока на мне будет висеть вся эта работа, и, конечно, когда вот так вот устаешь, когда много работы, когда у тебя бывает 7-8 встреч в день, это, наверное, от 4 до 6 часов встреч чисто в день, когда тебе нужно отвечать еще на вопросы в Slack одновременно, и когда тебе нужно еще успевать с ручками делать свою работу, потому что я все же ее делаю, большую часть работы своего мини-одельчика делаю именно я, и отвечать на вопросы подчиненной, помогать ей еще обучать, и это, конечно, сложно, но не знаю, что делать, прорвемся. Поэтому, собственно, у меня работа сейчас высасывает все силы, не знаю, все соки моей жизни. У меня просто не остается энергоресурсов на то, чтобы снимать видео, ведь видео, они... Для них нужен креатив, для них нужно какое-то желание, для них нужно свободное время, во-первых, чтобы просто иметь возможность в сети записать это видео. Сейчас я уже записываю после работы, и хорошо, что еще лето, поэтому есть солнечный свет, не нужно включать все эти лампы, и там, не знаю, устраивать себе такую мини-студию. А во-вторых, нужно просто иметь энергоресурс, нужно иметь какие-то идеи, возможность просто сесть, сконцентрироваться, записать. Это видео, на самом деле, несложно снять, потому что я просто сижу, болтаю с вами перед экраном, но когда есть что-то, что именно тематическое, я уверена, что многие захотят услышать видео о процессе получения британского гражданства, такие видео, они требуют подготовки. И эта подготовка требует, естественно, времени, требует желания, требует мотивации. Но в последнее время, да, вот как раз-таки на такие видео и нет мотивации, нет энергии, потому что я уверена, что сейчас есть большое количество людей, которые делают полезные видео про Лондон, делают всякие полезные телеграм-каналы, вот. А я, наверное, пока что больше продолжу, сконцентрируюсь на путешествиях, а потом посмотрим, может быть, что-то изменится. Что же ещё я хотела рассказать? Ну, собственно, я надеюсь, что я объяснила, нормально объяснила, да, почему я пропадаю, почему видео выходит сейчас так редко, и почему я до сих пор не успела смонтировать наши видео с приездки с апреля. Сейчас уже почти конец августа, мои апрельские видео ещё не смонтированы. Собственно, из-за такой напряженной работы, из-за которой я очень сильно устаю, сейчас у меня изменился немножечко вообще график, изменился сейчас стиль жизни, и стало меньше оставаться времени на какие-либо хобби. так что надеюсь, что это всё временно, потому что хотелось бы, конечно, иметь жизнь помимо работы. Надеюсь, что мне удастся в скором времени всё смонтировать, что я хотела смонтировать. Видео из Гонконга, видео из Филиппин, видео из ЮАР. И также скоро мы поедем в другие путешествия, так что надеюсь, что вам будет интересно посмотреть. Ну и я обещаю, просто постараюсь как-то всё равно снимать влоги хотя бы на выходных, потому что я знаю, что вы любите их смотреть. Не теряйте! Увидимся с вами в следующих видео. До новых встреч! Пока-пока!